Детские мобильные телефоны Детские рожденного максимализма более требовательны и бескомпромиссны. Именно поэтому они сформировали свою особую нишу на рынке мобильных телефонов, с которой невозможно не считаться. Дети еще не попали под планку социальных новоустоев, они непосредственно и самобытны. Вот почему им, как никому боли, так свойственно самовыражаться. Этого самовыражения они ищут во всем, и мобильный телефон – не исключение. И тут любой родитель наталкивается на конфликт интересов. С одной стороны, опытные родители выбирают своему чаду телефон с позицию практичности. Зная о врожденной неаккуратности своих маленьких копий, мама и папа стремятся приобрести недорогой, но надежный аппарат, который сумеет с доблестью перенести все те годы жизни в любознательных детских ручках. Дети же стремятся выделиться среди ровесников, поразить их какой-то новой функцией или необычным оформлением своего сотового. Они не рассматривают мобильник как поводок, чем часто грешат их родители, они видят в нем платформу для развлечений, средства общения с друзьями и элемент едва зарождающегося стиля. Особенно стиля. Телефон будет находиться с вашим ребенком круглосуточно, а значит со временем станет частичным выражением его внутреннего мира, интересов и вкуса. Не стоит убивать в детях это замечательное стремление. И самое главное, внешний вид. Дети крайне требовательны к дизайну. Они, как бабочки, летят на все ярко и красиво. Поэтому телефон должен быть ярким и красивым. Многие производители, стремясь отвечать требованиям своих иных потребителей, выпускают целые линейки броских мобильников с примечательными разноцветными окрасами. Существуют даже модели с несколькими сменными панелями, как в комплекте, так и продающимися отдельно. Дети особенно в восторге от таких вариантов, ведь цвет устройства можно менять в зависимости от времени года, настроения, цвета одежды или просто так. Дети обожают экспериментировать, поэтому часть вендоров в придачу к цветным панелям предлагает цветное оформление меню. И тут уже простор для творчества маленьких дизайнеров. Забавные картинки, разные темы оформления в сочетании с цветным корпусом, и вот она, зависть друзей и подружек. Телефон для ребенка лучше выбирать вместе с самим ребенком. Если же мобиль не предполагается в подарок, то важно не прогадать цветом. Так, девочки особенно младшего возраста обожают розовый. Юным леди постарше можно выбрать красный или желтый. Мальчики в большинстве своем предпочитают все оттенки синего. Зеленый уже считается нейтральным окрасом и одинаково нравится всем ребятам. Наверное, каждый родитель, смотря на своего ребенка, вспоминает себя в данном возрасте. Причем современные дети значительно отличаются от тех детей, которыми были мы много лет назад. Конечно, такие перемены связаны с возникновением продвинутых IT-технологий, о которых мы не имели понятия в свое время. К тому же, наши малыши еще с пеленок окружены различными устройствами, например, электронной колыбелькой или колыбелькой качелей. А после того, как малыш идет в старшую группу детского сада или в первый класс, ему обязательно покупают мобильный телефон для связи с родителями и его друзьями. А так как сегодня магазинные прилавки просто-таки ломятся от разнообразия моделей телефонов, то большинство родителей теряются в своем окончательном выборе. Ведь телефон ребенка обязательно должен быть одновременно многофункциональным и безопасным. Однако выбирая телефон для своего чада следует учитывать не только свои материальные возможности, но и его вкусовые предпочтения. Поэтому его не устроят модели мобильных телефонов с простыми стандартными функциями, прием и осуществление звонков, а также опции SMS-MMS-сообщений. Далее следует обратить особое внимание на количество программ, входящих в систему телефона. Они должны быть самыми современными, ведь малыш без особых проблем может зайти в интернет и скачать себе какую-либо последнюю версию мобильной игры, узнав прогноз погоды и пообщаться в часе. В случае, если вы не имеете ни малейшего представления в данной области, необходимо обратиться к продавцам-консультантам в магазинах, которые быстро сориентируются и порекомендуют вам конкретную модель мобильного устройства. Обязательно в детском телефоне должны быть установлены приложения Java, при помощи которых он может играть в онлайн игры и скачивать понравившуюся ему мелодию. Всеми этими функциями может обладать телефон ребенка, которому еще не исполнилось 12 лет. Дети старше 12 лет обычно более привередливы в выборе телефонов. Они хотят получить в подарок от своих родителей самый современный мобный смартфон на базе Android. Однако стоит трижды подумать перед тем, как покупать такой аппарат своему ребенку. Потому как он довольно дорогой может стать причиной зависти и злости его одноклассников. Его также могут украсть или ваш шалун просто его случайно разобьет. Список использованной литературы. Выводится в конце, в целях соблюдения авторских прав. Спасибо за просмотр. Больше интересной информации читайте на сайте uip.a.uray или звоните по телефону 097-920-8523. Увидимся в следующей презентации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok